Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, каких лошадок нам добавили, какие приехали гонки и изменения, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! А начнем с самого приятного. На этой неделе к нам прибыл обновленный Морган. Морган одна из самых стареньких лошадей второго поколения, и именно ее обновление я ждала наравне с лепецианами и мустангами, но Морган приехал к нам намного раньше. И сейчас я расскажу вам поподробнее об этой лошадке. Данная лошадка продается в Фергров, и одна масть находится в Форт Пинта. Чтобы ее купить, вы должны быть девятого уровня или выше. Сила 2, дисциплина 2, скорость и выносливость по нулям, гибкость 2. Стоит данная лошадка 850 СК, и в данный момент нам завезли 6 мастей данной лошади. Но, вроде бы, обещают еще одну масть в приложении, а там, как посмотрят разработчики, возможно, завезут какие-то еще масти, о которых мы пока не знаем. Очень интересная модель. В реальности, Моргана мне не особо нравится, так как они и высокие, у них маленькая голова и очень длинное тело. Но в игрушке все-таки нашли какой-то некий баланс, и лошадка смотрится очень симпатично. Вот такие красивые масти. Ну, кстати, я даже не знаю, я думала над тем, чтобы взять, но... Возможно, я действительно возьму, просто надо решить кого. Во, очень красивый гнидой, пеги здесь тоже очень симпатичные. Да, вот все 6 мастей, которые стоят в фергов, и одна из этих мастей находится в форт Пинта. Очень красивые лошади. Давайте посмотрим быстренько, что у них по алюрам. Шаг, рысь, легкий голоб, голоб, быстрый голоб. И у них нету никакой анимации именно на алюре. Возможно, у них есть какая-то анимация на пробеле. Но пока что я этого вам сказать не могу. Но, возможно, у них вообще нет никаких анимаций, поэтому и стоит так дешево. Лошадка третьего поколения с очень выраженной мордашкой, большими красивыми глазами и аккуратной узкой мордочкой. Так что, если вам нравится данная порода, данные лошадки, то, пожалуйста, будем рады вас видеть в Ергрово, где вы сможете приобрести к себе в конюшне одну из этих лошадок. Сейчас очень интересно, кстати, смотреть на разницу. Ого! Неужели Морган второго поколения выше третьего? Вот это неожиданный поворот событий. Такого я различия уж тем более не ожидала. Ну а теперь давайте поговорим о следующих новостях. Лошади Юрвика снова с нами. Гильермо Гадея вновь вернулся к нам уже с другими гонками, которые будут проходить в конном манеже Серебряной Поляны. Участвовать в ней могут Пасафина, Андалузская и Лузитанские лошади, а также их волшебные родственники. Если вы проведете лошадь другой породы, которая не перечислена, вас попросят прийти с другой лошадкой. Какая же награда за данную гонку? 500 очков опыта лошади. Гонка будет доступна до 8 марта. И чтобы участвовать в ней, нужно иметь статус Star Rider и обладать одной из перечисленных лошадок. Также нам добавили продолжение истории, связанных с волшебным росточком, которому необходима ваша помощь по уходу. Для этого вам нужно обладать статусом Star Rider и пройти основные сюжетные задания. Это последний кусочек истории перед новым основным сюжетным заданием. Так что если вы еще, как и я, не делали данную сюжетную часть, советую вам поскорее ею заняться. Следующее, последнее завершающее приятное дополнение данного обновления, это нам завезли новую теплую одежду. Вроде бы зима закончилась, хотя зиму все-таки нам вернули до конца февраля. Разработчики решили все больше и больше добавлять для наших персонажей теплую одежду. В этот раз добавили две расцветки вот таких вот водолазок, два свитера, перчатки без пальцев, очень симпатичные ботиночки, юбочку в клеточку и широкие брюки. Вот эти водолазки, если честно, стали моей основной любовью. И, пожалуй, вот эту кофточку я прикуплю, но чуть попозже. Хотя, кстати, образ очень классный, особенно с этой шляпой. Так что, если вам нравится такая одежда, то, пожалуйста, можете найти ее в глобальном магазине вместе с Амуницией. Нам добавили комплект Амуниции, который называется для конкура в скандинавском стиле. Очень симпатичный, с узорами комплект, с очень приятным оттенком вальтрапа и нагавок. А также вы можете найти все эти вещи в магазинах на виноградниках Серебряной Поляны. Ну, а на следующей неделе нас ждет некое обновление чемпионатов, которое начнется с чемпионатом Морланда. Это все новости на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. Как вам новые обновленные Морганы? Ждете ли вы обновления с чемпионатами? И успели ли вы прикупить себе теплые одежки? Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. А я пойду покупать водолазочку и думать над мастью Моргана. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!